Привет, Марияж. Приветик. Прикинь, я психанул в Днепр, но я явно психанул, я думаю, я тут ненадолго, потому что чувствую, что тут город как-то такой. Веловат. После Киева, после этого ритма я вообще ничего понять не могу уже который день. Тут вообще ничего не происходит. Я в кафешечке недалеко от дома нашла, ну возвращалась с дел, деловая колбасища и я вот где. Как всегда. Я и Лата. Ну пара. Ты жив? Хорошо. Хорошо. Оставляйте вас с тем, что хожу. Да, приветик. Ай, гуля. Гуля, гуля. Спросите что-нибудь, потому что я уже одна и мне скучно. Так прикольно, я реально от центра живу где-то минут 17 пешком. После Киева это просто что-то нереальное. У тебя просто шла-шла и пришла домой. Можно даже такси не брать, реально. Ну просто прошлась и все нормально. Это в Киеве тоже так где-то потом со временем в центре живешь, вообще тут же все происходит. Вообще гениально просто. Ритм жизни мощный. Красотка. Врете? Ну спасибо. Я даже для меня купила. Ну такое. Ничего не понятно. У меня еще кино есть экран. Нормальная тема. Поэтому я буду только с этого ракурса. Спою песню. Дурак. Ой, а я в кафешке. Ничего? Настроение. Подожди, но... Вдохновение. Но я же подала эту песню моей подружке. Вот я ведь и двойменка. Она вот с фактором у нас в украинском участке. Но она ее там так и не спела. Поэтому я могу ее спеть. Думаю, она меня простит. Мога, если ты смотришь, прости уж меня. Так, вдохновение пришло к пяти утра. Так. Вдохновение пришло к пяти утра. Мысли спутались давно. Мишура. За окном уже светло. И спать пора. Только мне почему-то не спится. Так. Мне подскажу, что ты одной. Но ты везде. Ты засел уже давно в голове. Принимаю все как есть. Держу в себе. Ну зачем ты снова появился? Ты дурак, дружба это больно. Я давно стала произвольной. Я горю и на душе спокойно. Ты дурак, ты же ей не нужен. Я с тобой к черту эту дружбу. И хоти приготовлю ужин. А я уже умею готовить. Нам не что-то нужно. Нам не что-то нужно. Ну такая лирика, лирика. Тихо почитаю. Привет, Женька. Маш с рукой. Привет. Ку-ку. Не говорите мне ку-ку. Или ку-кушка. Привет. Привет. Рада тебя видеть. Приветик. Я тоже рада всех видеть. Привет, привет. Всем привет. Кому куда приветы передавать, говорите. Женька, как дела? Ну как, честно, не понимаю. Я же хотела отдохнуть. То есть у меня просто ударило по голове. Лето я поняла, что я переработала в Киеве. Ну и думаю, психо, ну поеду отдохну. Ну короче, отдыхать-то я отдыхаю. Я уже начинаю работать потихоньку. Но не знаю, мое ли это сильно отдыхать в спокойном городе. По-моему, не мое. Ну посмотрим. Не знаю. Мне опять хочется какого-то проекта. Какой-то суеты, кипиша, песен, танцев. Я вот сейчас, уже прошло время, и я понимаю, что мне грустно. Ну, пусть этого всего не показывали, но в творческом плане там было круто. Тот же Сорока, тот же Арсен. Ну реально, это было очень круто. Мы импровизировали, мы постоянно пели. Я про баяниста вообще молчу. Виталя, это просто бог. Вот он на баяне. Такой же властелин баяна, как и я, фортепиано. И мы постоянно пели, играли. Это было круто, правда. И сейчас я скучаю. И я не хочу опять творческих дел. И реально. Сижу, сижу. Ну, короче, в общем, не могу я без творчества. Ну, не мое это, ходить на работу. Так скучно. Ну, хотя у меня работа вся, но я преподаю. Я постоянно ору, и ржу, и все такое. Но на проекте веселяю. Короче, проект, но я девочка, как выяснилось. Правда, не могу дома. Что-то как-то слишком спокойно. Никто не орет, никто не возмущается, не посылает мне внутри буквы веселых. Короче, рука у меня трясется. О, господи, простил, как голиться. Привет, Шлюха. Привет. Это мне? Я, да, я, наверное. Так меня еще не приветствую. Это здорово. Слушайте, но зато, если бы... Ну, мне кажется, вот эти женщины в такой профессии, они... Наверное, они вообще не работают, если у них профессия шейба. Мне даже отчасти иногда кажется, что им проще живется. Пошел за работу, решил молодец. Так что в такие моменты я грущу, что у меня есть морали и рамки. Я жучу, конечно, нифига не грущу, я за себя горда, но все же. Потом, когда приходится ходить работать, то... Думаешь, почему я не та самая тыгле? Ягле? Че? Че-то вы не дописываете, товарищи. Привет, красотка, очень красивая ты. Спасибо. Мне кажется, вы привираете, но мне приятно. Привет, приветик. О, привет, Влад. Вы хоть... Я даже не знаю, как вас зовут. Привет. Знаете, типа, передай привет Маше из Питера или Глаше из Новосиба. Или Мариша из ЕКБ. Давайте я буду передавать. Приветик. Работаешь? В бумажке пишешь или уже все? Дописался. Я на Кирова. Я живу в перекрестке Кирова и... Как эта улица называется? Господи, ее переименовали на какого-то? Минина? А сейчас она какого-то Шнейрсон. Какой-то еврей, видимо, важный был. Вот. И я где-то вот тут вот на перекрестке Пушкина и Кирова. Поле которого. Я вот здесь постоянно обитаю. В центре. Недалеко от центра. Портала 3. Попробуй, получай, пожалуйста. Ты дома? О! Молодец. Я спирала на дома сегодня. Ты не считаешь себя красивой? Говоришь о том, что... Нет. Ну, я просто сейчас понимаю, что это не лучший мой вид. В смысле, я... Я считаю себя симпатичной весьма. Но... Когда я там при параде, ярко намалевываю... Ну, как это обычно у меня, когда я куда-то выхожу, это одно. А так я типа шла по делам. Капюшон наперла. И пошла. Не знаю. Мне почему-то кажется, что... Ну, не знаю. Так, короче. Я прошу, наверное, чтобы вы сказали, да, ты красивая. Вот. Поэтому... Не считаю. У меня самоуверенность и все в порядке. Передай Кате Чернышовой привет. Катюша Чернышова. Привет тебе. Сколько лет тебе дитя? Или ты не дитя? Привет тебе. Не знаю, где ты находишься. Но привет из Днепропетровского. Точнее, из Днепра. Новое название. Мне кажется, без кофе уже люди меня и не узнают, если у меня в руке не будет латы. А где Каролина? Каролину не видели? О, вот Каролина. Я попою, что-нибудь. Я уже наконец-то дома, когда-то включу возле клавиши прямой эфир и попою нам что-нибудь. Я не знаю, вернусь ли я. Пока у меня желания такого нет. Потому что... Да, там было круто. Сейчас я уже это понимаю. Там было весело. Там было творчески. И продолжают приходить творческие люди. Но вот этот костяк, типа а-ля сорока и баянист, ну, ради них можно пойти чисто по музицировать. Но насчет любви я пока не понимаю, с кем там строить. А без стройки там делать нечего. Правда. Это очень... Ну, вы знаете, я уже все это рассказывала. Тут либо строишь, либо не строишь.